Ботаника 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 Какое-то количество книжек я привез, а не фрифотайки. Если будете их читать, спасибо. То, что я пишу, это жанр такой, называется джаз-поэзия. Если определять это строго, то это рифмованная поэзия, которая не имеет строгой силоботанической структуры, имеет структуру, больше похожую на джаз-музыку, где музыка сама несет на себе некую смысловую нагрузку. Поскольку русский язык очень музыкальный, то я просто не могу выдержать, когда приходит сразу там много рифмов, все в тему, и надо с ними сразу поработать, то возникает сразу музыкальный сюжет, а не просто вот, это самое, надо выбрать одну самую точную, да, безусловно, надо выбрать одну самую точную, две или три самых точных, но как бы они все, вот. И можно рифмами делать музыку. Мне кажется, что если смотреть вперед, наверное, многие, многие, многие будут писать, все больше и больше мы увидим по польской литературе людей, пишущих мы в таком режиме, потому что отказываться от рифмами не нужно, и как бы при этом ей можно владеть свободно. То, что делает английская поэзия в последние сто лет, много и больше, вот, почему-то в русской поэзии как-то не пошло. А может другие тут вещи, но это отдельный разговор. Вот, да, да, это разговор философский. Мне кажется, что виноват в этом книгопечатание, потому что когда стих напечатан на бумаге, и он силобитонический, то читатель может его и, в общем, так разобрать. Понять, где у него рифм и какая у него музыка. С первого, со второго, может, прохода. А когда это джаз-поэзия, она требует исполнения. Это уже... У меня последние стихи, они у меня уже похожи как на партитуру. Я начал вставлять ферматы, длинные паузы, прямо в текст, потому что пытаюсь как-то сказать, как это нужно... Читать. Читать, да. Это из таких старых... Ну, anyhow. Юг Франции. А хочешь устриц белого вина, как поздним утром в городке Калюли, где ветки яблонь прямо из окна и припинание платья по фигуре, как не стояли за руки держась, не щекотали памятью заботы, а под ногами был песок, не грязь или слякоть подмосковного болота, как в нотах нашей встречи плыл в простор, как, не справляясь с солнечной картинкой, бессильно щелкал камеры затвор, и смех дрожал в глаза паутинкой. Калюр Матисса в обрамлении Павла, где башни римлян, сторожа времен, тобой и ими вечно вместе полонен. «Спаси меня, Господи, чтобы память не ослабла». Я немножко нервничаю перед такой аудиторией, поэтому простите, не надо. Не надо, не надо. Все с вами. Все с вами. А, сейчас, давайте с графином. Называется «В тени камней». В памяти горит свет, закат, отраженный от белого камня. Холмы. Их линия медленно сходит на нет у горизонта. Город, натянутый на подрамник времени. История, резонирующая прямо в кровь. Да, я уже бывал здесь и господином, и смердом. Я частица этих склоненных голов, что под открытым небом строит берега добра, размером и ритмом своей молитвы. Паломники, кошки, детвора, пустынных улиц стоптанной плиты. Я снова здесь, как раньше, и не так. Хозяин, заскочивший в гости, просто придавлен памятью. В ней старый обсердак никак не подгоняется по росту. Я к плесу площади у западной стены, вдруг выброшен без всякого нажима. Я нерожденный сын моей страны, Иерусалима. Теперь, ведом, невидимым лучом, Сквозь трещины за каменную кладку, туда, где был и не был, я еще, К началу, что в сухом остатке, не изменилась. Можно, возвратясь, найти свой камень, чтобы, прислонясь, почувствовать себя среди народа, Когда сквозь арку незаложенных ворот, Взгляд видит четко сущность небосвода, Как связь времен, а не наоборот. Как блоки стен, надеты на линейку, лежат века, Но их не охвачу, я город промекаю по лучу, За башней, переулком, по ступенькам, Я здесь молился, жил, теперь молчу. Вот, значит, Саша, замечательный поэт, Который не торопился, не рвался, как многие другие, А спокойно накапливал, Сейчас пошли публикации, публикации Нева, Сейчас будет замечательная подборка, Журнал «Интерпоэзия». Плюс во многих других журналах вышло несколько книжек, Вот, и, кроме того, Саша организовал издательство, Вот сайт паблишинг, Где он публикует принципиально, в основном, людей с западного побережья. Саша является душой русского культурного общества «Силиконовая долина», Которая, на минуточку, в себя включает 300 тысяч русскоговорящих людей, В основном, не Брайтон, не 300 тысяч, Не Брайтон Бич, а хай-тек, Которые молодые люди, которые приехали и так далее, Была бахып, кстати, замечательная аудитория была, Замечательная, вот, в Пало-Вальто, когда я выступал, И так далее, шикарно было организовано, И все такое, Кроме того, на минуточку, значит, Саша организовал свою компанию, Ну, такую бутик, шикарную компанию, Которая имеет отделение в Силиконовой долине в Израиле, А как это все можно успеть, это непонятно, Вот, кроме того, как я сказал, Он пытается покончить с собой лазаньем по скалам И хождением на байдарке по уайт-вотер, Да, уайт-вотер-рафтинг, это да, Уайт-вотер-рафтинг, вот, так что, вот, Кроме того, значит, Саша является замечательным, Экспертным знатоком вин, калифорнийских вин, Когда мы там были, то он нам устроил просто такой праздник тестирования и все, Он, по-моему, принадлежит, там такой есть, как бы, закрытый клуб, Члены вайнерис, где знают его четыре, четыре или пять, Но у нас было мало времени, мы заехали в одну, Это должен был уже рассказать разницу между, так сказать, Landscaping Winery и City Winery, и Town Winery, зашел туда, там как раз начиналась какая-то огромная свадьба, приготовление прервали и сказали, Саша, у нас мало времени, поэтому вы с гостями продегустируйте, а ящик для вас уже готов, он просто зашел с улицы, поэтому куда он там не заходит, там ящик уже готов, какого-то особого, значит, вот. Вот, дамы и господа, добро пожаловать, вот, Александр Немировский, вот, поэтому, значит, построено будет, так Саша почитает стихи, расскажет про издательство, культурный клуб «Силиконовая долина», где абсолютно все лучшие выступают, в том числе в их, Саша, замечательном доме у них в гостиной, там и барды, и писатели, и так далее, это особое совершенно в их доме, вот. Вот, ну и потом про вино и история виноделия в Калифорнии и так далее. Спасибо. Вот, есть стихи, которые задиктованы, они странные очень вещи, вот, я попробую показать. День первый. В нулевой тишине первый звук есть бесконечность, а когда рассветет первое слово, это первый рассвет, первая цель, вечность, умирающий звук, готово. Рассыпается светом вселенной, трель птичьи еще не сделана, а то бы она звучала, у кораблика еще нет причала, у нас с тобой еще нет тела, но есть начало. Вот, если это, это, все это, это, русалинский цикл, называется «Святы». Я научусь читать слова святой земли. Вот дерево, проросшее сквозь камень, котенок, копошащийся в пыли. Над ним в велосипедной раме перебирает смуглыми ногами на бизнес новостренный бедуин, так что рука моя спешит в кармане потрогать кошелек. Иерусалим шумит вокруг, равно безразличен к прохожему или к пророку, вниз, глядя с высоты веков, они похожи, но кто же сумеет посмотреть на это сбоку? Так неприлично маскируясь под чужую душу, я, прикрываясь то кипой, то шляпой, шагая за молящимся и трушу, что не смогу, не подчинюсь порогу, перешагну, что клапан времени, впускающий туда, уже не выпустит обратно, Что как бы ни хотелось на попятый, уже не смочь, людская человечество руда, так переходит в дух, в молитву и в отвал и прочь. Так в ней встречаются слова, святые пятые. Нет, все спрашивают по поводу этого прибора. Это у меня был двоюродный прадед, Александр Маркович, который был известный советский врач, и один из предателей какого-то антибиотика, и которого я уже не помню, за что он был награжден орденом Ленина, была большина грамоты и так далее, а когда я эмигрировал, то у меня в советские власти сняли серебряную табличку, потому что серебро из советского Союза бывать было нельзя, а банку выпустили, вот. Поэтому я ее пользую просто как планшетом, потому что это удобно. А в пути выгрузили андроид? Планшет? Нет, вот. Кто был в хайфе? Здесь хорошо в вечернюю прохладу пройтись под горку, выпить пиво, посидеть с друзьями в купе, глазам в награду видом и красиво вознесенный купол, усыпальница над портом. Переплетение сетей из рам подъемных кранов крувычут птицы, рою хранилища в расчете на зерно, когорта из террас восходит от немецкой слободы, в порядке регулярным, устремиться вверх по ним и мне, но не припас, а заранее воды, хотя бы флягу, чтобы вблизи разглядывать узоры вас, внимать ручьям шуршащим по ступенькам, вдыхать цветы в вершинах водостоков и помаленьку размышлять, забыть, забыв напряги, о равенстве людей от колыбели и до мгновения, когда уже нехрабры, сквозь мудрости, услышанные в речи, смотреть, как волны запада мешаются с востоком, в бокале красного со склонов галилеи, с пейзажем на кокетливую сабру, здесь пик предтеча, здесь бывал пророк. Ну так она поэтому так и называется, да. Завытоискательский городок, застроенный офисами хай-тека, отрок, горы, паркинг, электромобиль, морды у перевязек, кормятся через провод, арка, старенькая библиотека, подающая повод вспомнить о книгах, как способе связи с первобытной культурой ушедшего века, старатель, не ведущий одиночества, ковыряет айфон, но переходит к компьютеру, когда становится нестерпимо, на экране, как фон, вяжет незакрытый чат, равнодушный к почерку, он стучит пальцем и слушает муторно, как строчат. Пилигримы из туристов с китайцев череликуют фотки викторианских зданий на фоне вывесок, вывесок мировых фирм, залив, порт, высотки, боевик, фильм. Герой, конечно же, герой-одиночка, благородный, непобедимый, где-то это уже было, сюжет, убедительно проходящий через точку невозврата из азарта погони за золотой жилой. Мариночка, спасибо, спасибо. На самом деле, я уже почти расслабился и чувствую себя в компании друзей и могу... Вот это из путевых тоже заметок называется швейцарская открытка. Циферблаты озер, как в текущее время дали, секундная стрелка соборного шпиля под вечностью гор, корабли, их снастей, перебор, у причала переходит в туманы простор, разрезаемый замком, где плечами две башни. И над левой вдали Матерхорн, сквозь альпийские кряжи. Разговор на немецком прохожих спотыкается в русский. Туристы с востока на швейцарском курорте, как будто опять девятнадцатый век, только был узко по моде. Открытые ножки и на отвороте сапожек чуть стерто, до солнца замедлило бег. Водопады из рек сходят в озеро возле отеля, здания в стиле прошедшей эпохи, бухта, плес, ледники набегают волной по прозрачной воде. Силуэт Вильям Теля, памятник в новостройке, белый лебедь скользит, и балетную пачку хвост падает. И, конечно, симфония просится в нотную запись подыграть этой птице-царевне мелодию снега и тему крыла. В вышине огнутся горы колосьями, дует время с пощербатой гребней. А про все остальное история сворова. Это, по-моему, это Лозанна или... Это Лозанна. Лозанна, Лозанна. Да, это Лозанна. С озером. Я потом уже залез в Дугово и выяснил, что, да, Чайковский бывал в Швейцарии, там три раза, там жил долго. И понятно, что, если бы он там не был, наверное, у нас было бы не Лебединое озеро, а работа с пивушками была бы, какая-нибудь опера не менее талантливая, но другие темы. Вот Гринка не ездил в Швейцарию, и получился Иван Сусанин. Иногда просто вот хочется писать джаз, и у нас есть такой городок, Хафмунбэй. Мы туда еще доедем обязательно. Он очень живописно расположен. Рыбацкая деревушка. Замечательная рыба, замечательный чаудер. Такая американская атмосфера, там есть и калифорнийская. Хафмунбэй Глюз. В воскресенье мы поедем на океан. Простыня Штиля заблестит, отражая свет и заставит надеть темные очки. Караван пеликанов, вздымающих крылья, протянется пунктиром, подчеркивая заходящее солнце. А один пеликан, задира, вдруг сорвется вниз, задевая за кулачки пены, нырнет за рыбой. Птицы уйдут за рифы, тычки, светобьющие через щели скал будут смешить твои волосы. Либо пронизывая сарафан, просто сбивать меня с дыхания. Перемещая в раннее утро, с другого мира, где живет круглолица очкарик, улыбка, косички до плеч, коленки в царапинах, загорелые ноги, где квартирой пляж, за окном расторопная речь моря, в языках волн шарики, гальки, и вся жизнь на пороге. При переносе скальки на полотно копии все равно искажаются. Величина времени – это количество отличий, которое найдется на всем, что уже дано. Прерывистый гудок маяка, птичий крик над заливом, в обрамлении горы одетых в низкие облака, заслоняющие от солнца, приподнята твоя рука. Ну, Лилика, куда же это? Поедет из берега. Молодец, хорошо, прочитай, молодец. Это очень странная вещь, называется «Велосипед». У нее написано было музыка, потом Жанна. Есть, имеется в виду, рефренд к Спилбергсу моему фильму «Инопланетянин» идти. Эта осень годится, и обод согнулся в дугу. Отскочившая спица торчит и цепляет штанин. Я доехал досюда, и, может быть, брошу машину, чтобы дальше пешком, в направлении держа на Луну. Не спешите уверить, что мне до Луны не дойти. Я же помню картинку из старого детского фильма. Если верой педали крутить, можно даже не сильно, то Луна не долечит. Спасибо за это идти. Но какая беда, что же не вскочить на седло, чтобы под горку катиться, раскинувши руки, как встали. Я не стар, но по лунной дорожке топчу, тяжело, а в натертую спину впиваются руль и форель. из такого же уже более позднее, наверное, Одиссей. Вообще, у меня все стихи имеют названия в последнее время. сначала они были все с тремя звёздочками, толку-болку, а потом они стали покушистить. Как аннастские коньяки. Педщики-звёздочек ставят. Между стихами. Ты же помнишь, Андрей, они это самое, говорили, что сами удивлялись, что три, что пять, наливаем и зажмём бочек. Ну да. Рубль не мешает. Рубль два. Одиссей, ты отсутствовал долго. Здесь всё по-другому. К власти пришёл твой соперник. Женщину, что полюбил без взаимности, продали в рабство. Теперь уже к дому, в котором ты жил и не пробраться сквозь слякоть, терномник и заросли жимлости. Мы ей заедали с тобой перегар сигареты, чтобы мочь обниматься с уставшую мамой, пришедшей с работы. Разве только короткое лето и сохранилось. Но даже оно стало как-то короче и уж точно прохладнее. Ну что ты, молчишь, молчишь, что ты смотришь под ноги? Здесь чисто. Убиты бездомные псы, пока тебя не было. Ты в немодной сорочке, одет иностранцем. Не блоки, кварталы. Иногда не понять. Перестань. Так теряют язык в окончаниях буквы, меняя местами. Ты был слишком свободен для этого мира. Зачем ты вернулся? Листы размышлений. Кто умеет читать, их найдет в интернете. Твой шаг по планете тяжел. За тобой асфальтировать дыры, расходы. Послушай, решение твое появиться сегодня, сейчас запоздало. Ни общего нет, ни надежды, что будешь услышан, на что-то сломало. В краю караульных постов архитектор умело лишь ниши бойниц для красы облицует. А так на плечах здесь не носят крестов, здесь их только целуют. Это легче, пойми, пускай в никуда все же путь. Так что лучше не майся, уйди, отрешусь и прими, потом позабудь, постарайся. Это вот проживайте три дня. Мы спорим о птицах, как будто свобода в синоним полета. Помню трамвай, мерзлым утром везет на работу мою повседневную тень, чтобы вечером темным обратно вернуть. И жизнь утекает меж пальцев, меняются лица, на завтра отложено счастье, оно непременно случится. Чуток пережди, дребедень, потом позабудь. Не кончается вальс, лишь природа сменяет мгновение, вот рождается слово, встает с колыбели и курит в окно. Собираются гости, на раз на столе накрываются олени, и кажется, больше другого уже не дано от снов разноцветных к эпохе помятых бессонниц. По ветру вращается лист, представляя, что путь выбирает, его дерево сохнет, дослужит мишенью для молнии завысины кроны. Кто его знает? Он сейчас не в короткий отрезок движения делит с вороном. Очень хорошее. Опубликовано? Нет, это новое совсем. Очень хорошее. А, здесь я тебе понравился? Да, да. Это вот из недавнего. Собачка. Это просто с самого начала этот телескопический переход на Ривьера замечательный. Спасибо. Спасибо. Это вот тоже из недавних. Эпиграф называется Ривьера Майя. Эпиграф такой, что древние индейцы Майя верили, что человек был сделан из кукурузы. Хрущев так тоже был. Что с так это? Это из рюмки тянет запахом агавы. Февраль над Мексикой склоняет пальму в пояс и прояс альбатрос над тарелкой на стол накрытый упрощает нравы. По телефону текстики безделья здесь южный полюс в представлении синьериты издалека залетом на неделю с его жарой, что нравятся кокетки. Луны дорожка приходящая на конус, в барашках волн светящиеся клетки. Здесь танец с карточкой заводят официанты не по ранжиру барина, представив под ветром кофточка на девушке взлетает и вновь пристанет лишь порыв утихнуть. Мы меценаты, если так прикинуть, нельзя нечаянно ошибаться с чаевыми, ничем не выйдя ни лицом, ни телом грузным у барной стойки над салфеточным молчанием шаг вдоль, шаг в сторону вращения плечами. Лишь пеликан пикируя отважно стал однозначно понимать по-русски. А дома в мае ест початок кукурузы унос-сервеса или доз уже не важны. Гитара под сомбреро, джаз ночами, ривьера Мексики исполненная песо. Намек на свет. Так розовой полоской стиля закущу в день бежит строка из-под портьеры ночи произносит птица, сдвинув крылья заклинания восхода. И ты не просьба пославшись все отправиться к примеру на пляж забраться на вершину вместо того чтобы складывать и что-то умножать. Там в полной мере грудью задышать вдали от смога но бытие в контраст природе беспричинно. Пирога памяти где-то арифметика весло сгребет людей в коллекцию записанных нейронов и так оставит. Расставание на перронах и встреча в аэропортах и если повезло картинка четкая надолго сохранится. Как хорошо когда всплывают лица в подробностях события на зло. Я помню столицы и донтики цвет голубой на фоне неба тоже голубого винарню летом и с тобой в саноме под ломтики наколотого сыра вино поэзии налитого в бокал оскал оставленного мира за стеклом и мы вдвоем как просто жить когда коротким мигом являлась жизнь душа растет сменяются вериги под них пляши и я пляшу и даже если часто в сомнениях серый проржавевший день надежды свет что память не подвласт изменениям есть вера ну хотя бы вера тень темно восход еще в намеки когда вдруг мозг как вспыхнет вспомнив какая блажь зажжет нейронов токи неважный тос бокал вина псономик и весь пейзаж такая вот из этих еще немножко из джаза это тоже вот из из наших сельских угодий деревенские хроники у соседа жила овчарка он любил ее но держал во дворе а она лаяла на прохожих на меня когда бренча поводком я проходил со своей вдоль его забора в ноябре сосед зайдет попугая и выставлял на двор его клетку чтобы птица дышала ветром теплым не по паре я привык и от собачьего лаями ускоряя шаг проходил мимо гуляя своего зверя с тех пор пошла и одна осень приобретение и потери сезонов крутились переплетались и другие люди селились в мое тело не замечая плесени не сбивая дыхание размеренно от края до края я иду по дорожке что вдоль забора вы только слышали лад попугая это документальная картинка называется собиратель как привычно стало перелетать океан чтобы штопать мир друзей и родни без швов сливая в одну картинке из панорам чужих городов в дождливые сухие дни карман на его одиночество приятно оттягивать монеты встреч не имеющие хождения их легко уберечь от расходов на жизнь налоги и прочее при продвижении по времени память ограниченной головой боится своего разрушения когда ничто не спасется если только заранее ее не скопировать на цифровой диск бумагу или лучше детскую голову если такова найдется поровну разделенные океанами материки на экране компьютера имеют величину цен на билеты сухопутные моряки от портов нам осталось пиво сидячие ночи утро прогноз погоды и приметы как память о прошлом опыте чтобы не ошибиться когда криво на будущее налетят налетят телом хлопаешь себя но в кармане находишь хлоп без предела до вечера ранен а вот это интересная вещь это называется разговор с бабушкой тоже такое ну окей это разговор с бабушкой ты говоришь о любви детей потому что они заявка на вечность наших идей невоплощенных возможностей душе дополнительный шанс вновь беспечный плыть по жизни несложный быть ребенком это не предъявлять подорожные когда освещает ажурные улыбки пронзающий свет принимать все в анфас обрываясь в заливистый смех словно ветер в поземку потому лишь что время бесшумно а это единственный звук оставляющий маркер на нем я на память надену доспех всяким окликом глух продолжаю копаться в песке и с ничем и ведерком ходить в водоем я любимый и маленький снова подросток в задачках по алгебре до вайпада игрушках где оркестр играет тот камерный заводящий мотив из динамика ты напомнишь в наушнике уши ну пойди догадайся что рыцарь погряз в ноябре что волос на миске не осталось как листьев на ветках облетевшего леса сапушки так там встречаю рассвет просыпаюсь в кроватке где стоят в разголовье разодетый принц окруженные толпами предков моих только сольку а может и более лет смерть им ставит в дневник единицу и застряла машинка с любовью на возврате карет это тоже из-за путешествий это прованс постимпрессионизм называется парикарона утонувший корабль зацеплен лохматым канатом закормует притянут к причалу сентябрь погоняют туристов дождем из ваты облаков кое-где нечаянно обшитый солнцем по кромке городок арль в бесконечной печали по Винсенту заполнен коммерцией из памятников его полотна остальное обломки Рима когда-то стоящие стоившиеся стерции сегодня бесценны судя по толпам их обступившим плотно сувенирная лавка остов Европы обираемый на продажу помещен в рамку природы вдоль горной дороги к пляжу где постоянный свет воды в Калюрской бухте под скалой замка чайк восходящий крик укравших недоеденное рагу трамонтана причёсывающая сады ветром гребнем чтобы утром снег запудривший канягу сверкал как масштабный штрих на времени заодно заметая его следы книгу это самая высокая точка этих самых пеленеев это у них святая гора вот и когда она покрыта снегом то считается что это очень хорошая примета для этого если снег живопись тоже джаз и тоже лирика за что я извиняюсь я пишу я пишу твои руки черниво бросает в жар зарубки на памяти клякса коротких встреч скрадывают черты лица математически бесконечный но ограниченный земной шар хранит наши тени образца прошедшего века за концом перешейка из черного снега между весенних луж город дребезжит вдогонку не уезжай трамваем на конечном кольце у метро развернувшись еще можно до него добежать еще оказалось что кедровые лапы не задерживают кружева солнечных змей они все равно слепят я пишу твои волосы и ветер выкручивает из пальцев мое перо и чем далее тем больше приходится на него нажимать здесь размечен на полосах перспективу точки идет фривей по нему поспешите добраться до въезда в домашний рай там давно решено все что надо еще решать и оттуда ровней поверхность кажется оборачиваясь назад но обману зрения не доверяй чуден сад что в конце лишений явил приют я дышу размеренной океанской волной на которой раскинувшись спишь я пишу твои плеч изгиб шеи но набегающие одна за одной брызгами размывают бумагу времени покрывая седыми хлопьями тень твою из того же отражение письма из того же цифра наверное адектиграф к нему к этому стихотворению ты любила являя финики отражение письма потом сошлось с инженером письмом и сегодня по письмам начинающим в эпоху электронной почты странно чернильной ручкой прожимать бумагу мысли путаются за почерк слово не заменишь без того чтобы не зачеркнуть я приветствую тебя из теплой калифорнийской ночи прекратив работу отвинтив заветную флягу скотча и разбирая прошлое что там почему отказы памяти еще не переходят в бессилие тела но время это количество изменений и их не счесть смутно представляют черты лица я четко помню ты часто ела на завтрак яйца почему-то разбивая их с тупого конца я же когда приходилось заходил с острова предпочитая разрубать ситуацию нежели ее решать потом мы мирились то есть просто я уступал чтобы снова начать дышать мы кромыхали к гитаре запивая звук джином с тоником в томике любимых стихов залапывались страницы цитируя без повода или предлога когда все остальное вызывало зевоту а теперь разве что стальная рыба боинга прошумит над крышей а так в основном птицы берущие высокую чистую ноту по утрам пока еще не случилось ничего плохого нас давно разнесло на диаметр шарика шайка распалась ты выбрала терпеть ревматизм севера я же предпочел цвета юга жару и зелень мы остались в слайдах на стареньком проекторе в полинявших красках со сбитым фокусом в канителе лет операционную систему сервера общую для двоих найти как остановить движение невозможно мы были слишком близки ты обнимаешь незнакомых друзей яд для поднятия тонуса читаю хожу в музей и употребляю виски но забывается лишь таблица умножения мне проще писать чем бояться разочарования встречи непроверенный номер в моем мобильнике останется ненажатым время грушит и притупляет ничего не лечит а жаль легче бы не испытывать ненависть и обожание все давайте выпьем спасибо 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 спасибо